МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гуджан Мукушева и руководителем филиала общественного объединения «Бизнес-леди Казахстан» Кустанайской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о себе, чем вы занимаетесь? Меня зовут Гуджан Мукушева. Я мамочка троих детей, являюсь предпринимателем, есть небольшой свой бизнес. Всю жизнь мечтала помогать людям. Сегодня я, в принципе, этим и занимаюсь. Также объединяю людей до общественного объединения «Бизнес-леди Казахстан». Работала с огромным количеством людей, налаживала коммуникацию. И сегодня я здесь, в общественном объединении «Бизнес-леди Казахстан». Что такое «Бизнес-леди Казахстан»? Кто руководитель общественного объединения? «Бизнес-леди Казахстан» – это бизнес-сообщество, добровольное общественное объединение, где мы организовываем с руководителями, с владельцами бизнесов, с предпринимателями, с женщинами такое общественное объединение, где реализовываем их задачи. Руководителем является председатель правления Саулия Кайсар. Это молодая креативная девушка, которая на сегодня организовывала до сих пор огромные масштабные мероприятия не только на территории Республики Казахстан, но и за пределами. И буквально порядка пяти лет наше общественное объединение «Бизнес-леди Казахстана» существует в нашей стране. Если уже говорили о задачах, в чем заключается главная миссия объединения? Заключается в том, что мы популяризируем, масштабируем бизнес наших женщин, мы помогаем им развиваться, помогаем им повышать их качества, деловые качества, лидерские качества. И, естественно, масштабируем их бизнес на площадке общественного объединения. И самое главное, продвигаем их бизнес, их личный бренд. Соответственно, как и у всех объединений, любых других, у вас также есть проекты. В каких проектах вы участвовали ранее? Мы участвовали в социальных проектах, мы участвовали в проектах «Благотворительная помощь», «Материальная помощь». Участвовали в проектах на сегодня, буквально недавно мы участвовали в честь 30-летней независимости Казахстана, «Чистый город Кустанай», где тоже выбирали определенную территорию и занимались чисткой города. И, конечно, на будущем мы планируем также участвовать активно в развитии нашей страны, нашей области, нашего города. Также наши прошлые проекты – выезд в Мадрид, Париж, Москва, где наши дизайнеры посещали эти страны и делились опытом. Обмен опытом, к слову, это важная часть развития. А с кем вы сотрудничаете? Мы сотрудничаем с такими организациями, как «Атамикен», организация «Нуратан», далее при поддержке «Рухани Жангру». У нас достаточно огромная база наших партнеров, в том числе университет «Синергия», «Алмата». Какую пользу приносит людям членство «Бизнес-новидия Казахстана» и как стать ее частью? Хороший вопрос. Пользу мы, конечно, приносим именно в поддержке. Мы проводим огромные масштабные мероприятия на территории Сферы Казахстана, бизнес-форумы проводим, нетворки мероприятия проводим. Далее, для того, чтобы вступить в наше общественное объединение, нужно как минимум иметь свой бизнес какой-то. Это могут быть молодые предпринимательницы, это могут быть предпринимательницы, которые уже имеют ряд бизнесов. И пишем заявление. За более подробной информацией можете обращаться к нам в Инстаграм БЛК, нижний, подчеркни, Кустанай. И по сотовому телефону 8705-667-9262. И там вам полностью объяснят, как нужно войти в наше общественное объединение. Вы сказали, чтобы стать частью БЛК, нужно иметь собственный бизнес. Бизнес. Зависит ли от того, сколько лет бизнес уже существует, какие доходы у человека? Это важно или нет? Совершенно не важно. Это может быть молодой предприниматель, только начинающий предприниматель. Это может быть человек, у которого есть уже действующий свой бизнес или несколько бизнесов. У нас нет какого-то деления определенного. Мы именно развиваем гендерное развитие, независимо от возраста, от доходов и так далее. Допустим, у меня есть знакомая, которая хочет открыть свой бизнес, девушка. Каким образом вы можете ей помочь? Это советы, тренинги, консультации. Какую работу вы проделываете с девушкой, которая хочет открыть бизнес? Мы проводим бизнес-форумы относительно той деятельности, в которой она хочет двигаться. Мы проводим также обмен опытом среди областей нашего региона, нашей страны в целом. С руководителями, заместителями, а также членами бизнес-форума. В Казахстане мы очень дружно сотрудничаем, тесно. Также они могут обменяться опытом с другими регионами. Для этого мы проводим презентации, мастер-классы, встречи, нетворкинги. Повторяюсь, бизнес-форумы также проводим и офлайн, и онлайн. Как я понимаю, в качестве тренеров и консультантов выступают именитые бизнесмены со всего Казахстана. Есть ли тренеры со всего мира, именитые бизнесмены именно мировые? Мы планируем обязательно именно этот формат. Но и на сегодня у нас есть уже ряд подписанных меморандумов. Это с Турецкой республикой, извиняюсь. В скором будущем ожидается в ноябре подписание меморандума с Кыргызской республикой, с Кыргызстаном. Конечно, у нас будет именно обмен опытом уже с другими странами. Вы упомянули, что вы совместно с вашими воспитанниками посещаете другие страны. Можете конкретнее сказать, с какой целью вы это делаете, какие тренинги или какие занятия там проходят? В частности, Мадрид, Париж, Москва. Это был выезд наших дизайнеров. И был показ мод именно в этих странах, где мы делились опытом. Брали опыт у тех стран. Естественно, мы делились то, чем мы занимаемся, как мы достигаем успехов в этой части. То есть это не случайно, потому что это, так сказать, практически столица моды. Конечно. То есть дизайнер, дизайнер одежды. Конечно. И, к слову, о будущих проектах. Что в будущем вы планируете, какие проекты организовать? В планах «Бизнес-леди Казахстан» на самом деле очень грандиозные планы сожидают. Первое, то, что подписали меморандум с Америкой на сегодня. В лице является бизнес-леди Америки Аманди Фернандес. Это личный хореограф Джей Ло, Мадонна, Бейонсе. Очень таких именитых звезд шоу-бизнеса. И на сегодня она тоже является такой же бизнес-леди, как и мы, только в своей стране в Америке. Если говорить о отраслях, конкретных видах бизнеса, что наиболее популярно среди женщин? Есть ли такие примеры, когда, казалось бы, женщина не то, что не может, а трудно этим заниматься, видом бизнеса? Можете конкретные примеры какие-то привести? Буквально вчера у нас пришла республиканская премия 2021, премия бизнес-леди Казахстана. Она проходила у нас впервые в нашей столице, в Нур-Султан, где было очень много номинантов, порядка 20 номинантов. И были разные отрасли. И в каждой отрасли мы удивились тому, что очень хрупкие, очень красивые женщины с таким богатым опытом, которые во главе стоят агронаправления, рестораторы, лучшие рестораторы, лучшие визажисты, стилисты и так далее. Это те женщины, которые заявили о себе, пройдя кастинг, они стали номинантами нашей республиканской премии. И на самом деле женщины настолько уникальны, настолько харизматичны, настолько красивы, и они очень большой вклад делают вообще в развитие нашей страны в целом. К слову об этом мероприятии. Кто был в качестве гостей на данном мероприятии, помимо участниц номинантов? В качестве гостей был акимат города Нур-Султан, представители Мажелиса, представители Сената, гости со всего мира, Аманди Фернандес, про которую я ранее говорила, звезды шоу-бизнеса нашей страны, блогеры, вайнеры, средства массовой информации. Очень была такая премия, как Грэмми, достаточно на высоком уровне, очень масштабно прошло. Только в сфере бизнеса? В сфере бизнеса. Сколько примерно номинаций было? 25 номинаций было. 25 номинаций по различным отраслям бизнеса? По различным отраслям. Как я понимаю, это единичный случай, это мероприятие традиционное, проходит каждый год. Сколько раз вы посещали его, и были ли какие-то результаты у именно наших бизнесменов с нашей области? Премия «Бизнес-леди Казахстан» проходит впервые за 5 лет. Буквально в 2018 году проходил такой же конкурс, проходил на территории нашей области. У нас есть свои победители, это Анна Шендерская с города Рудной. Она одержала победу. И буквально скоро мы планируем провести такой же конкурс в феврале месяце на территории нашего города. Можете поподробнее рассказать об этом конкурсе, кто может в нем принять участие, что ожидает победителей и так далее? Поподробнее, конечно, могу рассказать. Мы планируем в феврале провести конкурс в «Бизнес-леди Казахстан» в Кустановской области. В целом мы не берем только наш город, мы еще развиваем гендерное развитие именно за пределами нашего города. Мы хотим помочь женщинам, сельчанам, потому что мы знаем, что вокруг не только нашего города есть еще много районов, поселков, где именно развивают женщины свой бизнес. И мы тоже хотим привлекать их на свой конкурс, и вообще в целом, чтобы они были членами нашего общественного объединения. Так вот, перед конкурсом мы планируем подписать меморандум, потому что мы работаем на территории Кустановской области, при поддержке нашего акимата Кустановской области у нас будет подписан меморандум с управлением предпринимательства. И далее мы проведем конкурс. Выступаем гостями, могут быть абсолютно все. Будем приглашать на наши события представителей нашего города, руководителей нашего города, а также могут участвовать путем через заявления. Мы, включая в наши ряды, проходим кастинг. Есть определенный регламент, есть определенный алгоритм, по которому двигается наш будущий участник. Конечно же, обязательно будут подарки, будут существенные подарки, интересные, и поэтому будем рады видеть вас тоже, Владислав, у нас на нашем конкурсе. Если говорить о планах, мы поговорили о проектах, о целях в будущем. Какие ближайшие поездки ожидаются в вашем общественном объединении? Ближайшая поездка ожидается в Америку. Это будет май 2022 года, где также будет проходить обмен опытом, будут интересные встречи. Из пяти дней будет две встречи именно такого активного взаимодействия с предпринимателями уже той республики, той страны. И три дня уже будут такие более туристического характера поездка. Тоже очень интересные. От Казахстана едет наша делегация с нашей страны. Тоже есть определенные условия для того, чтобы посетить Америку. Естественно, нужно быть в первую очередь членом общественного объединения. К слову, если говорить о членах общественного объединения, кто входит туда? Я так понимаю, что с бизнес-леди занимаются не только бизнес-тренеры, но также очень важно, чтобы с бизнесменом, особенно начинающим, работали и психологи. Ментально их поддерживали не только советами, как достичь успеха в бизнесе. Конечно, совершенно верно. Мы проводим на базе нашего Коснадского региона встречи. У нас проходят коучинги согласно психологии, согласно стилистике, визажа. То есть мы ими найдем при поддержке в целом женщины. И рассматриваем, естественно, развитие ее, в чем бы она хотела себе преуспеть. И помогаем как можно быстрее достичь результата в ее направлении. Чтобы достичь определенного результата в бизнесе, нужно выбрать нишу, которая принесет реальный доход. Если советовать нашим телезрителям, не только женщинам, но и мужчинам тоже, как выбрать нишу как представителя бизнеса, а уже не первый год, что можете посоветовать? Как выбрать то самое дело, которое не только окупится, но и будет приносить хороший доход? Вы знаете, я думаю, что все это интуитивно. Все-таки. Почему? Потому что согласно того мероприятия, с которого мы прибыли буквально сегодня, мы поняли, что настолько все это многогранно, настолько можно любой бизнес сегодня развить. Самое главное – просто чувствовать, насколько ты сам сможешь это сделать. И я думаю, что при поддержке нашего общественного объединения в целом, при поддержке государства, потому что у нас государство многогранно, лояльно помогает женщинам-предпринимателям и так далее. Не только женщинам вообще в целом, но так как мы именно олицетворяем женское предпринимательство, гендерное направление, я думаю, что государство поддержит, мы в частности поддержим. Повторяюсь, это все должно быть интуитивно, от души искренне. Я думаю, что любой бизнес, который идет искренне, обязательно получится. Еще бытует такое мнение, что можно основать неплохой бизнес даже с маленьким стартовым капиталом. Важно ли при формировании бизнеса иметь большой стартовый капитал, либо если бизнес хороший, там даже и с минимальным стартовым капиталом можно расшириться до большой компании, так сказать? Конечно, Владислав. Можно с минимальными вложениями открыть свой замечательный бизнес, который будет в будущем процветать. Был такой яркий пример вчера буквально на премии. Девушка со 100 тысяч тенге, у нее был старт 100 тысяч тенге, и она сегодня развила порядка 25 филиалов по нашей стране. Поэтому не обязательно иметь при этом большой капитал, самое главное иметь желание, иметь, наверное, энтузиазм, и все получится. Также вы как бизнес-вумен посоветуете нашим телезрительницам какую литературу читать? Также множество мифов, точнее, не мифов, а мнений бытует в интернете. То, что все эти книги по творческому росту, они ничем не помогают. А некоторые люди, наоборот, считают их, хвалят их. Можете посоветовать, какие книги читать начинающему бизнесмену? Чем заниматься? Как себя настраивать? Вы знаете, на сегодня на интернет, на инстаграм-площадках, вообще в целом в социальных сетях очень много информации касательно этого направления. Я, например, скажу про себя, что я читала книги Дейл Корнеги, «Богатый папа, бедный папа». То есть именно такие развивающие книги, но я считаю, что именно работа над собой в целую, то есть согласованность с самим собой, это прежде всего. Литературу однозначно читаем, проводим, как я и говорила, коучинги, приезжают коучи. И самое главное, что когда у тебя работа идет тет-а-тет с коучем, у тебя намного эффективнее срабатывают, выходят все твои блоки, установки, страхи, те, которые тебе не дают, возможно, шагнуть вперед. Слово о страхах. Как вы думаете, почему люди, которые собираются открыть бизнес, никак не могут решиться, что таким людям делать, которые не могут решиться все-таки начать? Главное же, это первый шаг, а остальное уже это все дело наживное. Если ты стартуешь, то бизнес в гору пойдет. Как избавиться от страха? Вы знаете, это такой тоже очень интересный вопрос. Почему? Потому что до того, как я вошла в бизнес в Леди Казахстан, в общественное объединение, я занималась именно психологией, очень глубоко, трансформационные коучинги у нас были. И в принципе, люди все, у кого есть определенные страхи, вы можете обращаться по тому телефону, который я называла ранее, мы тоже сможем, в принципе, эти страхи убирать. Но опять-таки, страхи, они просто так не могут быть в человеке. Однозначно был какой-то опыт определенный, который зародил страх у этого человека. Если взглянуть на статистику и посмотреть на отрасли бизнеса, какой самый популярный среди именно женской половины бизнес? Это салоны красоты и так далее. Вы знаете, да, и салоны красоты, и агронаправление, и животноводческое направление сейчас очень активно, актуально именно среди женщин. Также очень много ресторанов и бизнеса на сегодня. Поэтому сказать, именно какая отрасль все-таки больше перевалирует, достаточно сложно, потому что, понимая, насколько у нас женщины сильные, они идут в самые сложные достаточно отрасли и успешно ведут свой бизнес. В настоящее время в Казахстане продолжается реализация программы «Жизнь без границ, без барьеров». Есть ли такие примеры, когда бизнес-леди с ограниченными возможностями помогали ли вы им в развитии бизнеса, в развитии дела? Есть ли какой-то первостепенный, так скажем, человек, либо вы ориентируетесь конкретно на какую-то группу людей? Сказать очень сложно, что мы ориентируемся на какую-то группу людей, и, повторяюсь, мы не делим никого по каким-то определенным моментам. Мы работаем абсолютно со всеми. И на сегодня мы набираем в свой ряд членов общественного объединения абсолютно всех. Мы готовы помогать этому человеку, максимально вкладывать. И девиз нашего общественного объединения «Станет причиной успеха другого человека». А еще, пользуясь случаем, хотела бы сказать, что в нашем городе уже есть члены общественного объединения. Это люди, которые имеют свой бизнес, свой личный бренд, очень достаточно известны на территории Казахстана и не только. И я очень горжусь своей командой, которая на сегодня у нас есть. И также есть девушка-заместитель Игабулова Маймыш Салаватана, на которой мы вместе с ним двигаемся, общаемся, коммуницируем, налаживаем все эти связи и, естественно, набираем в свое общественное объединение женщин, которые хотят развивать свой бизнес. Также вы можете стать примером для тех, кто хочет стать бизнесвумен. Расскажите, как вы добились этого, чем вы сейчас занимаетесь. Что посоветуете женщинам, которые нас сейчас смотрят? Совет, конечно, в первую очередь не бояться, двигаться вперед. И однозначно женщина, как я и говорила ранее, это кладезь, наверное, нашего общества. Эта женщина, она в доме мама, в доме дочь. Для своих детей она мама, для своих родителей она дочка. Для своего супруга она является супругой. И, конечно, все это очень сложно совместить еще, при этом продвигать свой бизнес еще и помогать, получается, женщинам. И поэтому я думаю, что у каждой женщины это получится. При огромном желании хочу, который находится в сердцах, в душах наших хрупких женщин, которые на самом деле на себе, у них определенно есть груз, я считаю, с которым они справляются просто на ура. Как вы считаете, каким качеством, самым главным качеством должен обладать бизнесмен? Самым главным качеством – это одно качество или несколько? Можете назвать несколько. Я считаю, что первое – это коммуникабельность, именно высокая коммуникация нужна. Второе – это ответственность. И третье – это честность. Также из этого вытекает вопрос, вот вы упомянули такое качество, как коммуникабельность. Может ли человек, который с рождения просто некоммуникабельный, можно даже сказать интроверт, может стать успешным бизнесменом? Конечно, абсолютно. То есть бизнесмен – это не врожденный талант, это талант, который можно приобрести? Конечно. Как вы думаете, сколько времени должно понадобиться для того, чтобы развить бизнес? Это зависит от стартового капитала, это зависит от упорства человека. От чего зависит успех бизнес-проекта? Я считаю, что моментов здесь очень много. Конечно, если есть стартовый капитал, есть идея, то, конечно, это будет немножко быстрее, если же это стартового капитала нет. И человек только пробует, конечно, будут определенные моменты, преграды, возможно, в его жизни, но он никогда не должен останавливаться, он всегда должен идти вперед, я считаю, и должен развиваться. И наше общественное единение помогает в этом, именно в развитии наших женщин, именно гендерного направления. Как вы думаете, какую роль играет поддержка государства в рамках программы ЕНБЕК, экономика простых вещей, дорожная карта бизнеса? Среди ваших знакомых, среди членов общественного объединения наверняка есть люди, которые основали свой бизнес благодаря кредитованию государства, грантам. Есть ли такие примеры? Конечно, есть. В нашей области пока этого нет, вообще на территории Казахстана есть. Это близко-тесное сотрудничество с фондом ДАМУ, далее Атамикен, как я повторялась, Нур-Отан. При поддержке Рухани Жангару, конечно, есть такие определенные льготы, поэтому опять-таки мы все это рассказываем подробно уже при встрече с нашими будущими членами БЛК. В завершении программы не могли бы вы обратиться к нашим бизнес-леди и посоветовать им, куда обращаться, как поворотить страхи? И такой итог подведем сегодняшней программы. Как стать членом общественного объединения? Мы об этом уже говорили, но стоит упомянуть, подвести некий такой итог. Дорогие бизнес-леди, дорогие действующие бизнес-леди, дорогие начинающие бизнес-леди, мы, конечно, готовы поддержать вас. Мы не делим, повторяюсь, на какие-то определенные слои. Наша задача именно помочь каждой бизнес-леди на сегодня. Так что, может быть, бизнес-леди с глубинки, это может быть человек, который проживает в нашем городе. Приглашаю вас всех в наше общественное объединение, где мы сможем вместе сообща, дружно, сплоченно добивать успеха в вашем направлении максимально. Естественно, масштабировать ваш бизнес через наше общественное объединение. Почему? Потому что, повторяюсь, мы расширяем свои границы, и ваш бизнес может также активно проводить работу и за территорией нашей страны. Также можно упомянуть, какую нишу выбрать. Вот, по вашему мнению, что сейчас стоит делать именно в нашей области? Какая ниша сейчас самая популярная и прибыльная? Наша ниша популярная и прибыльная, я считаю, что это агронаправление достаточно, это швейное направление. Это направление по уходу за ребенком, автоняня. То есть очень много. Сегодня, на самом деле, в сфере услуг, я считаю, что заполнена эта ниша, услуги, визажисты, косметологи, стилисты и так далее. Стилистов, кстати, у нас не так много. Эта область достаточно пустая. И считаю, что все-таки направление психологии на сегодня очень активное. И я считаю, что, наверное, да, эта область, она активно должна развивать наших людей, потому что именно все-таки наша на сегодня жизнь, да, мы прожили эпидемию, карантин. Все-таки, наверное, была какая-то некая психологический сбой у людей. Хочется, чтобы именно в нашей области было больше коучей, больше людей, которые могут помогать и осуществить поддержку нашим женщинам. По вашему мнению, лучше работать в команде, либо самому строить свой бизнес? Вы, так сказать, бизнесмен-одиночка или за то, чтобы работать в группе? Вы знаете, я работала в своем опыте у меня бизнес, и я в одиночку его строила, и работала в команде. В принципе, и там, и там мне было комфортно, но больше все-таки понимаю, что командная работа, она более эффективная, где мы умеем делегировать полномочия, быть неким мета-лидером, да, покидая свою страну, уезжая отдыхать куда-нибудь. Мы знаем, что наш бизнес работает как часики. Поэтому, конечно, командная работа, как и в нашем общественном объединении, не я одна всего этого добилась, мы добились именно командой, дружной, сплоченной работой. Есть такой миф, что если человек бизнесмен, то он обязательно по образованию экономист. Это миф? Это миф. Это миф, но нужно, так сказать, учиться на ходу, не обязательно быть экономистом, да? Нужно просто общаться с теми людьми, которые успешны, и ты станешь таким же. Я совершенно согласна с вашим высказыванием. Дело в том, что я считаю, лучше быть отличным практиком, чем теоретиком. Если говорить о возрасте, например, многие люди в изучении английского, допустим, считают, что вот, мне уже поздно учить английский, мне уже много лет, то я ничего не запомню. Если говорить о бизнесе, неважно, сколько тебе лет, например, если человек уже за 60, поздно ли, по его мнению, основать свое дело? Я считаю, что нет, абсолютно не поздно. Есть женщины, которым 70 лет, 75 лет и 80 лет, они до сих пор ведут свой бизнес. Но они просто передают его по наследству своим детям, и также просто делегировали свой бизнес своим детям, и спокойно управляют в тени. Можете еще более подробнее рассказать о ваших проектах? У нас достаточно много проектов на сегодня. Это благотворительность, поддержка многодетных мам, поддержка перепрофилирования, материальной помощи. Также у нас ожидается проект «Юная бизнес-леди Казахстан», который у нас уже начнет действовать с ноября 2022 года. Мы тоже, кстати, будем набирать «Юную бизнес-леди», которая будет именно олицетворять наш бизнес-леди. Далее республиканские конкурсы, про которые мы уже ранее говорили, «Бизнес-леди Казахстан». Проведение мастер-классов, бизнес-форумов, образовательных программ обязательно. Также реализация государственных программ по программе «Рухани Жанру». Это именно основные проекты, которые у нас в планах, и которыми мы уже пользуемся. А можете поподробнее рассказать о «Юных бизнес-леди»? Какая работа предстоит с ними? Что вы будете им объяснять? Это тоже тренинги. Работа такая же, как и взрослыми бизнес-леди, либо у них совсем другая работа с ними? Да, совершенно верно. У них будет немножко другая программа. Почему? Потому что все-таки «Юные бизнес-леди» – это только начинающие. И девушка, юный предприниматель, которая пришла с богатыми идеями, с богатым энтузиазмом, и которая благодаря нашему общественному объединению при проведении программы и так далее, работы с этим предпринимателем, мы хотим, чтобы они не допускали ошибок и ушли, конечно, к своей цели намного быстрее. Но я думаю, многие родители сейчас заинтересовались этим проектом. Можете сказать, какие критерии, возраст и так далее? Возраст от 18 лет и старше – планируем. Но в любом случае это будет все согласно договоренности. Путем написания заявлений, прохождения кастинга мы обязательно будем включать в ряды наши «Юные бизнес-леди». При кастинге какие критерии будете смотреть? Ну, конечно, основным критерием будет в первую очередь идея бизнес-леди. Опять-таки, я считаю, что желание должно быть огромное у человека. И я считаю, что баланс должен быть во всем, во всем. Эффект даю и беру, потому что бизнес-леди должна чем-то поделиться с общественным объединением. Также общественное объединение должно поделиться с «Юной бизнес-леди». Поэтому я считаю, что когда у нас будет баланс, тогда будет успех. К сожалению, эфир нашей программы подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Это была «Первая студия». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова